Всем здарова, товарищи пилоты, а также танкисты, с вами снова Хантрес. Тема сегодняшнейшей, как обычно, War Thunder, а героем наш Ройка достанет сегодня Пульс и Шторер, ранний реактив, боевой рейтинг 6.7, значит, ну, вы можете называть его разновидной шваббой, кому, короче, как удобней. Данная машина является одной из моих самых любимых вообще за немецкую фракцию, особенно если вы, соответственно, играете на ней по своему БРу, хотя, честно признаюсь, я беру его даже на 10.0, действительно, эта машина там имеет место быть. Конечно, если вам не всякие там, не вставляют палки, можно сказать, в колеса, нереально зубастые всякие поехавшие зенитки, но про это я скажу немножечко позже. Сейчас немножечко по воздушному бою, вы, соответственно, видели, что вначале я, естественно, обнаружил контакт в виде вот этого вот ЛА-15, но я почему-то подумал, что это МиГ-15 БИС, хотя смысла для меня это особо не меняет. Любой, соответственно, из вышеупомянутых самолетов мокрого места от меня в воздушном бою не оставит, поэтому совершенно очевидно, что я выбрал первой цели вертушку и потом прожал, так сказать, по педали и попробовал, ну, соответственно, хоть как-то дотянуть, исполняя размазанную бочку до союзных зениток. Благодаря, соответственно, своим союзникам я смог, в общем-то, от него кое-как отвертеться. Он подставляет мне, соответственно, 6, и случается то, что вот сейчас будет на ваших экранах, то есть я примерно с дистанции больше километра делаю просто козырный шот с 50-мм дрына, ну, и вы, собственно, видите, что случается вообще с теми самолетами, в которые попадает такое вот орудие. Надеюсь, что данный шот не оставит вас, так сказать, равнодушным, вы поддержите меня своим лайком, каким-то желательно адекватным, вменяемым комментариям по поводу этой замечательной машины у нас в игре. Ну, а мы вернемся к нашим швальбам, как говорится. Значит, знаете, вообще бытует мнение, что данная машина на своем, так сказать, бэрочке 6.7, ну, мягко говоря, немножечко, так сказать, где-то имбует, потому что ее очень, скажем так, тяжело догнать. Это все-таки реактивный самолет, кроме того, ну, скажем так, в совместных боях она обладает все-таки неплохим 50-мм дрыном. Ну, на самом деле, ты, конечно же, сразу скажешь, что это миф, понимаете? Для того, чтобы эффективно вообще штурмить на данной машине, вы должны быть, как минимум, летчиком, видавшим в этой игре виды и что-то в этой жизни понимать, потому что это, по сути, самолет, который требует от вас просто хирургической точности, это просто без преувеличения. Как искал, мне эта машина действительно нравится, если вы познали на ней дзен, то, естественно, без фрагов вы, конечно же, не останетесь. Если вы, конечно, ну, какой-то там новичок, неопытный пилот, то, соответственно, брать совместные бои, пульсы шторы, рассчитывать на что-то, кроме того, что вы найдете на нем землю, дерево или какой-то дом, ну, достаточно, я бы так скажу, глупое мероприятие. Вы просто будете постоянно на нем разбиваться, потому что не будете выходить из пикирования, вы не сможете как-то точно стрелять. Короче, эффективно поражать технику, это, ну, понятно, для этого нужно тренироваться, это не просто. Кроме того, понимаете, самое главное здесь, вы должны прекрасно знать, по какому танку и как, и куда вы должны стрелять, это, по сути, немаловажно, и, собственно, от этого будет напрямую зависеть ваша результативность. Ну, и для того, чтобы сбивать, соответственно, на этом самолете другие вражеские самолеты, ну, как я сказал, вам нужно в этой жизни что-то понимать, и вы должны просто действительно оборудовать ювелирной просто точностью хирургической, и это очень тяжело, очень сложно. Вот, кстати, один из тех моментов, когда очень тяжело выйти, соответственно, из пикирования, особенно если у вас изначально небольшая высота, но высокая скорость, благо есть, в принципе, относительно эффективные закрылки, они имеют три положения, соответственно, боепосадка и взлет. Ну, в основном я использую только, соответственно, боевые, потому что все остальные на высокой скорости просто отрывают сразу, и, в общем, это такое. Кроме того, если вы неопытный пилот, с вами может случиться то, что сейчас на ваших экранах, соответственно, вы как бы подвешиваетесь, теряете скорость, и даже, скажем так, невзирая на инструктора, вы можете машину отправить в какое-нибудь неконтролированное падение, в сваливание, грубо говоря, и из него потом еще и не выйти. То есть машина, в общем-то, как я сказал, довольно специфическая, но это не делает ее, как я сказал, какой-то плохой, просто, ну, к ней нужно привыкнуть, с ней нужно освоиться, и, соответственно, научиться довольно-таки точно и эффективно поражать любую вражескую технику. А, собственно, как вы будете ее поражать? Сразу, ребят, скажу, что подвесов, к сожалению, абсолютно никаких вообще на машине нет. Жалко, очень сильно, на самом деле, хотелось бы хотя бы, не знаю, какую-нибудь одну 500-килограммовую бомбочку, чтобы вы гарантированно могли делать просто-напросто как минимум один наземный фраг. Ну, тупо просто по какому-нибудь там пикированию просто сделать бах, просто и все, как обычно на любых других немецких самолетах. Но, к сожалению, ничего этого здесь нет. У вас есть, соответственно, 50-мм дрын, есть, грубо говоря, каморники, в которых у зарчатки всего лишь 17 миллиграмм. Соответственно, вы должны понимать, что это не так уж и на самом деле много. Вы должны будете просто ювелирно попадать в боевое отделение, можно сказать, чуть ли не вешать хэдшоты, так сказать, экипажу в танке. И, плюс ко всему, не всегда, даже при ювелирном каком-то попадании вы будете действительно ваншотить машины. Иногда я прибегаю именно к такой тактике, про которую я рассказывал, соответственно, в своем обзоре на Як-9Т. Если вас интересует данная тематика, данная машина, обязательно его посмотрите, возможно, ссылочку я оставлю, если не забуду, в описании под этим видео. То есть вы, собственно, как и на Яке, просто стреляете в МТО. Как правило, всегда там либо загорается сам двигатель, либо баки, и, соответственно, машина после третьего поджога отправляется в ангар. Делать это достаточно просто, как я сказал, главное просто-напросто не переусердствовать и, соответственно, не найти землю. То есть в этом деле лучше все-таки, как говорится, предосторожно. Что касается тактики ведения боя против любых воздушных противников, здесь, ребята, все очень просто. Вы, как бы, если играете на свой БР, вы в реактив. То есть вы набираете какую-то скорость, потом набираете с помощью скорости высоту, опять же, держите скорость, потом пикируете просто и, не знаю, бум-зумите до Тауа, либо атакуете на проходках любых противников, которые, соответственно, вы обнаружите. Ничего сложного в этом нету, как я сказал, к этому нужно просто привыкнуть и, собственно, привыкнуть к этому орудию, к его баллистике, и, соответственно, точно просто-напросто эффективно поражать любого противника, которого вы встретите. Конечно, бывают иногда довольно сложные машины. Вы можете встретить мустанги БР-6.3, которые достаточно быстрые, на самом деле, хорошо климбят. И если это грамотный противник, он может реально составить вам конкуренцию. Кроме того, если вы берете его какой-нибудь на БР-чик повыше, вы действительно можете найти очень злобные машины. К слову, допустим, я недавно видео делал по вампиру британскому на 7.3 БР. Это превосходная машина, соответственно, против нее в бою у вас очень мало, на самом деле, шансов. Также, в принципе, вы можете найти какие-то другие реактивные самолеты, с которыми у вас тоже реально могут найти какие-то проблемы. Речь может пойти о каких-нибудь Тендерджетах, их разновидностях, там, F-80, насколько я помню, тоже достаточно такой неплохой самолет. Ранние какие-нибудь советские реактивы тоже могут вам составить конкуренцию. Однако все это вы встретите, ну, скажем так, достаточно редко в совместных боях. Я, честно скажу, что, ну, каких-то проблем с противниками я не испытывал. Однако, если вы берете, соответственно, самолет этот куда-нибудь на 10.0, там уже встречаются совсем зубастые реактивы, типа МиГ-15, БИС и так далее, и тому подобное, и совершенно поехавшие зенитки. Как я сказал, эта машина при должной сноровке и должном опыте, реально от нее можно получать удовольствие, она может вполне считаться эффективной. Ну, для этого, как я сказал, вы должны что-то в этой жизни понимать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!